ух рыба слева было как я испугался если честно до появления не рыгай на меня пожалуйста плохие дела плохие дела вау мы живы убегаем вы видите доджи было неприятно гиперлаунчер да ладно цветок цветок находится в пещере джунгли полетел на цветке блин джунгли с воронами курицами безголовые курицы и хрена сколько мяса курочки захотелось и я бы я так что здесь будет три бандита скорее всего надо бы ожидать этого а не будет самая быстрая битва с боссом вы должны видели босса я тоже не видел я даже насколько его было и где но они все сдохли сколько хорроров дуба угора эти всем кусь ребят с вами риоми двор пожаловаться обратно в нуклеер трон в хард мод сегодня мы с вами будем играть наверное за хоррора я сначала думал за кристалл поиграть потому что у нее хороший стартовый оружие а я сегодня хотел пойти в оазис в оазис на этом этаже на этом моде я не знаю как будет насколько тяжело попасть как он будет отличаться и так далее просто у кристалл райфла золотая но мы за нее играли уже в этом моде хотя в принципе персонаж меня устраивает я бы хотел реально уж решительно наконец-таки пройти лабы и дойти до них как минимум сегодня хорошо серии мы посмотрели на секретный этаж и вы мне сказать что это отсылка на игру гангатс как так называется то первое это ну не первая игра я не знаю 1 или нет просто игра от этих разработчиков от трона да и ви также отсылка на этот мод но про это я знал собственно его первый скин а вот про то что там воссоздали прям полноценно как бы этаж сделали вот этот вот ювишный из той игры всей тут это конечно неожиданно было для меня хотя там только не ленивый в итоге уже не написал про то что это отсылка на эту игру в общем-то сегодня хоррор фиолетовый наверно или зелененький а давайте зелененьким и давно зелененьким не играли мне оба нравятся на самом деле golden slinter gun ну поехали мне будет легко на нее собрать билд и постараемся сразу побежать и открыть сундуки за кристалл это было бы сделать проще потому что она может уворачиваться от этих бандитов нормально хотя бы о вы серьезно вы посмотрите на этот пипец капец какой в оазис попасть это сложно вы видали как я тут это самый как я тут выжил еще охренеть я не ожидал такого сейчас еще на днести вау вау выстрелы медленные выстрелы медленнее персонаж не знаю медленно движется нет помню чуть медленнее к это белых трюбки разного рыбы стреляющие выстрелы медленно все я даже сундуков там не нашел есть три на скин есть сэгон стой пипец сколько дропа всякую я выберу себе лапку внезапно мне нужен дроп а у вас здесь тоже большой ну да логично системы тоже дали по плюс два надеюсь что мы сейчас найдем где-то дроп потому что из рыбы ни хрена не падает вообще ой как плохо так нам по аккуратности минами быть куда куда так быстро то открывается уже я сундуки не открываю здесь так мало мобов я не ожидал что сейчас так быстро портал откроется дайте мне хоть что-нибудь чудо пух рыба слева была как я испугался если честно до появления не рыгай на меня пожалуйста не ругайся я слышу звук мимика кстати я счета как-то видел выстрел который здесь летел мою сторону зелененький от краба сути по всему и потом резко переключила к этому оба я просто тут проблемы где патроны где патроны его патроны готова и один из талка оставалось так это был последним об это был не последним я возьму себе лопату не знаю зачем надо ли это был гарпун что-то там было оружие сейчас было написано там был кота оружие особое мы попадаем на этаж вопрос 4 гарпун ган игре на себе пути она стрелять гарпунами он также след болтами возможно это оружие по принципу работает как территориал expansion моде они смотри к по-другому там вы гарпун гарпуном стреляли и мы могли подобрать его обратно себе пока он не исчез если успевали скон требует по одному боеприпас требует но почему-то как это перезарядка саша долгая может он домажно не знаю это кутного оружия что ли то есть в этом моде я пока что не встречал новых оружий с не ошибаюсь черепашка так кстати забавно что у меня появился сундук учитывая что я на прошлом тоже как раз таки а нет стоп на сундук я не открывал там я открывал раковину по-моему да гранат лаунчер сплинтерган у меня что у меня голден спинтерган наверно я себя захотел второй болт надо ли или гранат лаунчер начало гранат лаунчер возьму хотя может гарпун все-таки оставить себе новое оружие но у меня сейчас так не подходит не значит я пока что не буду тестить я бы хотел сделать уверенный забег хорро я взял чтобы меня мутации в том числе было был нормальный выбор я мог какой-то 5 тихо он похож на вот тут и дадим не то я на пока им нажимаю чтобы из второе оружие не знаю с какой игрой я сейчас это путаю в итоге потратили немножко радиации мамка это что-то между уазисом и канализацией она же жаба логично что она здесь может быть что и могли сюда запихать это же другая ее среда как бы не канализация а ну кстати она так ты в болоте должна быть по сути ну чё мамка мы можем не так залить кстати радиацией почему бы нет надеюсь что есть не такая агрессивная как на лупе и пол надо сколько 12 выстрелов с голден гранаты хотя голден гранат также давать как обычно а я понял походу все вот эти раковины стали мимиками как бы в этом моде и при этом с них дропаются какие-то морские оружия радиация моя нет как это было тупо за радиацией погнался что я забыл что из мамки она сейчас выпадет вся блин дать еще разок попробуем выходит от меня какой какая генерация это и так смерть да я я я думал что может быть сундук один здесь будет здесь будет а другой снизу у меня любом случае решили сайте я помни вижу скорее всего не ту сторону уазе здесь попасть реально может оказаться проблемой что бандитов от этих вообще не убежать просто пипец тихо 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 есть успели уже есть ладно дубль 2 сейчас сейчас узнаем было здесь получше немножечко поищем как раз таки постараемся не завершать этаж так внезапно как у нас то было два раза подряд или три раза даже нас то есть два босса на этом этаже тоже он пятерной кстати другие локации стали другим локациям по два этажа добавили а уазис добавили сразу до фула прям до максимума комнат такая реально теперь нет и не всегда мимик они смотрите есть не только оружие какие-то уазисные не только там блин там был там был тридент там был трезубец я его не взял я хотел его протестить но потом побежал за предметами last wish есть гамма есть но это last wish попробуем я в джунглях тоже не был я почему-то цветок не находил когда когда я подбирал мутацию поэту это меня как бы усомнило в комментариях никто не писал есть лежит джунгли нет вроде как должны быть просто я почему-то их не нашел может просто пропустил или сломался только не заметил даже кто узнает кто может произойти так я здесь помощь не открылся нет открыл сундук а он улетел окей я райфл буду менять если что на поп-ган да подавать поменяем кстати я редко это делаю но поп-ган он как бы хотел не знаю он он должен быть т.п. он должен меньше дпс вносить за свою обоим как бы суммарную да то что не попа носят по два урона но он вливает дамаг быстрее и можно заспамить правит он не такая скоростей она более канона хотя она была бы лучше но музыка окей базука так базука базука на этого босса в принципе нормально можно было бы заход свапать на честно говоря как-то не хочется а он ничего не делает до больше кроме вот этого своей атаки такой отлично он такой безопасно достаточно выглядит пока что поп-ган еще пуган на второй базу к я по базу кубар здесь я не буду все таки оставлять себя вау слушать это так меняет всю игру когда у тебя выстрелы летят так долго как будто бы у всех мобов есть эйфория или как будто бы не паре действует на тебя в том числе тихо 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 при этом как-то локация сама по себе как-то очень легко защищать то есть я никуда не ухожу стреляют балды а могу помирают как-то так выглядит геймплей в этой в этом оазисе причем такой маленький кстати комнатки вообще очень маленький прям реально маленькие вот мамка сразу же нам конечно жабки меня заспамили немножко зажали выстрелами своими но там было легко этих продолжить но я как-то ринулся вперед слишком крабик тогда эти минуты а ей может был смысл базу взять на мамку потому что у меня прошла за на оружие было хотя по он все таки у нее было меньше здоровья чем глупер по ощущениям сплинтер и стал ну давайте спаем и лучом также еще вгасим главное потом не забыть про луч то что когда поврешь ты из нее радиации вывалится тихо 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 ай отхватил а смотрите-ка она токсиками так не пуляет она не заражает жабок то ли это случайно она по ним не попадает то ли хрен его знает скорее всего что здесь у медленное такое а вову полетела полетела да 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 пиц сразу поломалась сколько всего так сразу два все готово так радиацию забрать разницу забрали и побежали хорошо я чуть не забрал что мы могли выстрел вовремя не сообразил что мы можем выстрел так то уничтожить нашим лучом здесь радиации надо быть поаккуратнее потому что очень уж ее немного это что такое еще фраг пистол с нее падает а потому что я золотым оружием ее вынес точно можно жапку открыть если вауль закинуть а здесь вауль уже нет точно а и тогда хоррор с дестани работает тоже на 3 носки наверное хотя бы вариант куда там взять так и мы попадаем при этом мы даже не скипаем оказывается мы на каком это же кстати на 23 значит мы немножко скипаем но не чуть-чуть там спамят так жестко что это же что такое а это краб и так спамят и кровь оба таким оба забавные типа стреляют вроде как не в тебя но вроде как в тебя как бы не стреляют в твою сторону но как бы по бокам напоминает немножечко знаете кого паука из enter the gungeon именно enter the gungeon где паук который есть ты стоишь ровно на месте у него выстрел проходит мимо мимо от тебя по две стороны от тебя такая тема у него в exit the gungeon и там не так что там паук он как-то так стреляет не симметрично а вернее симметрично но по центру не у него идет пусть не уйдет как бы три такие основные линии соответственно одна центральная 2 пока а тот который в enter the gungeon и 4 линии там пацан по центру ничего нету тихо 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 ну хорош уже на дороже себе менять немножечко поискать что-нибудь поинтереснее мы могли бы лучом вообще заставить него то у нас радиации почти там было уже в этот момент просто кадр останавливается и если по всему там столько взрывов произошло кстати еще касаемо exit the gungeon а ведь недавно там огласили вроде как что вышло в бету возьмем себе вышло в беток раз оказывается какое-то обновление где уберут частично рандом оружие то можно быть выбрать такое чтобы тебя был стартовый оружие было рандомное а также ты можешь там добывать себе не рандомное оружие соответственно я не знаю буду ли возвращаться в экзи ганжи на некоторое время низкой серии ради это обновы будет видно желудок когда есть лицо кожа жопа как у кожи во все мутации какие-то части тела как хорошо что есть желудок хорош когда есть кожа как как это в контексте вне трона звучит странно ох да 4 хп все мы тебе не ваншотные уже так весь принц начиная с этой локации уже не такие большие проблемы с дропом будут в принципе по моему но оружие все равно искать потому что тир у меня все-таки немножечко пониже получается из-за оазиса у вас здесь вот такой вот оказалось но здесь там рыба рыба из боссов находится что мне такое ощущение что это же какие-то маленькие ну нет я поняла что мне кажется почему мне так кажется не знаю также еще кстати говоря на локации где скорпион есть то есть 1 5 там есть такая забавная особенность оказывается что у нас я что-то никогда об этом не задумывался но реально это так что когда у нас есть в руках оружие какой-то дробовик например да то нам 2 дробовик попасть физически не может только закачка такое может быть то что два оружия таскать и здесь выбрано убран такой шанс что у тебя не было не полоса ружья которую теперь так уже есть руках именно в руках но при этом в комнате где скорпион золотой у меня был дробовик когда я вошел в комнату именно вошел комнату если вы просто выбили допустим потом не толпу вынесли подобрали оружие там будете дальше там 20 такое же Дружие лежит такое спокойно, может быть. У меня такое с СПК было. А вот именно так, что у вас есть оружие, вы открываете сундук или выбиваетесь. Моба такое же, такого же не может быть. А в той локации была такая тема, что я пришел туда с дробовиком. И там же, знаете, целая куча мобов лежит и целая куча всяких оружий. Ну, целая куча трупов мобов. И целая куча всяких оружий валяется. И там лежал тоже дробовик. Мне как раз написали про это в комментариях. Удивился человек очень. Я тоже как-то так удивился сначала, потом подумал, что скорее всего это из-за того, что эти мобы идут не как какой-то дроп сейчас. Они скорее всего дропаются, не знаю как это именно работает, но из-за того, что они скорее всего мертвы, когда мы входим на локацию, уже мертвы, то там такой шанс появляется. Что-то в таком духе, я думаю. Оружие у нас экономные, но очень слабые. И учитывая, что это уже 3-3, и здесь будет ворона, нам хана. Я просто не представляю, что мы сейчас с ней делать будем. У нас есть радиация, в принципе. Можно постараться хотя бы так ее убить. Ой, блин. А там у нас Blood Hammer. Я надеялся на этот внук, но, к сожалению, он ничего полезного мне не дал. Потому что я искал. А, жесть, сколько мобов. Сколько всего здесь летает. Кстати, мы можем Гарина заспамить ее лучом, потому что мы даже разрушаем ракету ее. Я чуть не подумал об этом сначала. Как я мансую, а, однако. Красиво было. Но мы в радиации много слили сейчас. В это. Убили. Заврать радиацию. Не, нормально, в принципе, у меня столько много слили радиации. Тем более, что точно мы же мессаем, если... А, если мы мессаем, то у нас радиация не остается на полу точно. Что ты? Какое-то хорошо оружие. Базука, Blood Hammer, пипец. Мобы-то втягивают в себя радиацию. Но потом ее возвращают, если что. Если мы не найдем к пещерам оружие... Ха-ха-ха, я не знаю. Автокросс. Автокросс. Автокросс, да! Нет. Тихо-тихо-тихо. Так, болты себе подобрали еще. Восстановили немножко. От машин держимся подальше, потому что в прошлый раз как-то я аж чуть не обделался, когда в меня в один момент прилетела машина. Я бы хотел с болтами, мне болты такая, кажется, что с ней проще всего, наверное, играть с болтами. В том числе и в лабах. Но нужна самонаводка желательно. Я так стрелять грамотно не смогу. Тем не менее, что там... Каким... Никим с кем ты не перекроешь себе болты. Иначе, если ты будешь идеально стрелять, они все равно нам и наводятся. Позволяют себе хоть под разными траекториями попадать по врагам. Тихо-тихо-тихо. У нас здесь будет Биг Дог. Вот он. Не стоит болты тратить всем, мне кажется. О-о-о! А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Плохо дела. Плохи дела! Плохи дела! Вау! Мы живы! Убегаем. Ух, это жесть какая! Вы видали эти доджи? Черт меня возьми, Гатлингс Лагер с автокроссом, которого нету по нулям. Я патрон, случайно, не на то взял, растерялся. Вот это был бой с Биг Догом, красота-то какая, а! И ЛБ. Можно Пейшнс взять себе? Не, ЛБ хорош, ЛБ хорош. Вместе найдем на него нужное нам. Больший картос. А, это Гатлинг! Тьфу, это еще круче. Я что-то подумал, что Ассульт у нас. Типа, взял Гатлинг, прочитал Гатлинг, А думал об Ассульте? Типа, Жигатлинг слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ай, как приятно. Знаете, эту штуку вынесем тоже? Как они мне мешаются просто тем, что они там находятся, своим существованием отвлекают. Кто-то... А, вот этого. Чуть не заметил его, как он там затесался так. Хорош. Не хватает самонаводки, конечно. Есть лазер-пистол. Но лазер-пистол, вместо чего сейчас его брать, я не знаю. Откуда столько пауков появляется? Прямо такими пачками. О! Так и хочется забавить снордиацию. Как вы отвлекаете, ребята! Уберитесь отсюда, пожалуйста! Потому что здесь кристаллы реально гораздо агрессивнее. Я не могу до сих пор сформулировать, что именно изменено с кристаллами в этом моде. Но они совершенно другие. Серьезно, я не могу это объяснить. То есть они как-то то ли агрессивнее, то ли резче атакуют, то ли чаще... Чаще атакуют, то ли быстрее агрятся, я не знаю. Наверное, просто агрятся быстрее. Автогранат там был, да? Сильное оружие, конечно, но я не могу себе позволить проклятое. Оно пещеру в проклятую перекрасит. Да и тем более, что оставаться с ним не хотелось бы. Так, это хоррор. Торнбат ему не надо. А вот триггеры... А вот триггеры это топчик. Автогранат, да. В общем, триггеры я слышал, что они хорошо с автокроссом тоже работают, хотя мне казалось, что наоборот, они не особо нужны ему. Не обязательно, по крайней мере. Потому что у него и так скорострельность хорошее. Но посмотрим потом. В любом случае, для каких-нибудь... Для лазерного оружия какого-нибудь я не против. Лайтинг СНГ. Хм. Кстати, насчет лайтинг СНГ. Это оружие, с которым я никогда не бегал. Ни разу, по-моему, вообще. А может быть, оно хорошо дамажит. Оно скорострельное, тем более, что у нас есть ЛБ. Вместо гатлинга, вот в чем вопрос. Типа, стоит ли брать. Оно немножко хаотичное. Как немножко. Ну, очень хаотичное. Ох, жесть какая, а. Живы. Радиацию забрать. Есть флаг. Смартган. Я чуть не поцеловал, кстати говоря, кристалл, который меня бы с вам шокил, потому что у меня СС до сих пор нету. И такой тонкий намек игре на то, что я хочу взять. Смартган проклятый не надо. Так, вот вопрос, СНГ себя оставлять все-таки или нет? Или Гатлингслагер все-таки лучше? Наверное, все-таки, ребят, Гатлингслагер. Наверное, все-таки он. Не знаю, кто за что сейчас хотел. Мне кажется, что это правильное решение. А вот для СМГ, кстати, я не знаю, на нее работает вообще точность на молнии или нет. Хоть как. Положительно или негативно. Хаммерхэд есть, есть стресс. Я стресс не уверен, что я хочу просто. Лаки-шот. Чтобы в лабах вообще не парить с поводу боеприпасов. Ну, как не парить? Ну, там типа просто много моба вдохнет. Я понимаю, что он рандомно регает очень. Хаммерхэд спасти меня может ли? Может спасти меня Хаммерхэд, в принципе. А, не знаю, что брать. Знаешь, что лаки-шот, хрен с ним. Я серьезно не знаю, что здесь было брать в этом выборе. Стоило лучше всего. Я понимаю, что стресс очень хорош. Все такое. Насколько мне нужно хардмодить, я не уверен. Пипец там он сколько взрывает всего. Капец просто. Что творится? Хорош взрывать кристаллов таких количеств. В быстрее скоро радиации валяется. Он просто все здесь повзрывал. Вау! Охренеть, как это было близко. Он как-то странно так чистит локацию очень еще. Гиперкристалл именно тоже в этом моде. Он, конечно, и раньше взрывал, но не так интенсивно, не так агрессивно. Было неприятно. Гиперлаунчер. Да ладно? Цветок? Цветок находится в пещере? Я хочу легнуть хипать себе. А можно еще радиацию, кстати говоря, восстановить? Как это? Набрать? Да, смотрите, из них радиация дропается ведь. Мы можем ее просто нафармить до 10-го левела хоть сейчас. Я, правда, не знаю, какую мне мутацию лучше всего брать. Аномалию стоит ли сейчас? Или она мне не особо нужна? Надеюсь, что я ухожу в плюс по боеприпасам, а то я в этом и сейчас не уверен. А аптечка так и не дропается, кстати. Напряжененько так немножко сейчас. Но мы сейчас невел, блин, апнем здесь. Дайте аптечку. Они просто не хотят. Если я сейчас попаду в этот кристалл, я просто негодовать буду, Дига. Мы же его дамажим так или нет? Нет, не дамажим, походу. Есть! Нет! Черт! Только восстановили хп, так сразу обратно потратили кусочек. Дайте мне дропа! ССГ там валяется, но ССГ мне сейчас не надо, наверное. У меня патроны все-таки в минус уходит больше. Есть аптечка. Все, давай отсюда выходи, и я пошел в джунгли, наверное. Ну, все. Не-не-не-не-не. До свидания. А куда? Нормально я в джунгли полетел. На цветке, блин. На цветке, Карл. 8-8 патронов дали. Болты пришли! Пок-чам. Как вовремя. И лицо. Вау! Еще мутация, потому что мы столько всего набрали. Мы можем себе реген взять. Можем себе взять плечи. Надо ли? У нас есть лакешот и так. Хаммерхед есть, предлагают. Нужен ли нам Бладласс, с учетом того, что у меня есть желудок уже? Он бы регенил меня тогда, когда прям в бою. Прям до дропа аптечек еще. Особенно смоев, с которых ничего не вырубается. Просто вопрос в том, насколько мне нужен Хаммерхед. Лучше ли он для меня будет. И мускулы. Либо мускулы. Значит, Бладласс. Хотя вот Хаммерхед я все-таки думал взять, может быть. Но, не знаю. Угу, да-да-да-да-да. Джунг как всегда очень дружелюбные. Джунгли с воронами. Ах, с курицами! Безголовые курицы! Нихрена, сколько мяса! О, курочки захотелось. Мне как раздава куриные грудки есть. Блин, может пойти и сделаться. Что-нибудь из них котлетки, что-то такое. Хотя жареное посмеление особо ем. Потушить с капусткой. Блин, курочка! Сколько безголовых куриц, Карл! Просто. Там, кстати, есть лазер-райфла. Который можно было бы взять с учетом нашего ЛБ. Но Гатлинг... Нужно ли ее брать, вопрос? Да, по-моему, не особо. По-моему, Автокросс заменяет ее полностью. А Гатлинг выполняет немножечко другую роль. Он, вернее, позволяет также еще и толстых мобов выносить. В принципе, неплохо. Да, хорош! Три раза об одного могу-то. Изи! Кстати, а джунгли-то темные. Я только сейчас заметил. А не раньше стоп, а не раньше темными были или нет? Хоу! Какой-то бандит джунгливый. А, могу ты... Ни хрена себе. Моготы невидимые. И бандюга тоже такой же. То есть, в камуфляже, во! Лайтник, райфл, три... Хэви машинан. А я-то думаю, как я их пропускаю? Потому что невидимые. Супер-базуку я предпочту, ребят. Нельзя не вжать, с вашего позволения, так сказать. Ну, я в баню. Ай, ультра-левел. Так, за вороной. Не хочу ее отпускать далеко, потому что она потом ее не найти будет ни хрена. О, все. Зачистили. Здесь у нас еще остались боеприпасы. И баунсер-шотган. Хорошее оружие, но уже поздновато. Хотя, не, нормально было бы сейчас даже. Но я думаю, что не требуется. Лайтник, райфл, прикольная штука, конечно. И в лавах она была бы хороша. В принципе. Но у нас есть автокросс, который также заменяет все это. Плюс-минус. А вот теперь вопрос, что мы берем. Double Capacity точно не берем? Либо аномалию, либо сталкер. Сталкер этому бы поражен. Взрываются радиации при смерти. Не знаю, сколько она мне нужна просто. Знаешь, что я возьмусь аномалию. Аномалия на прилупе, а? Ну, это хардмот, я понимаю, здесь. Это норма. Некоторые локации, но может мне сильно упростить. Два бандита было. А, все. А-а-а, аномалия! Аномалия! Блин. Она скипнула босса мне. Она проигнорила просто бандита. Нормально. Я, кстати говоря, запаниковал там сейчас немножечко, потому что я думал здесь стоять и выносить их, стараться передамажить их. А потом я подумал, что они же могут очень быстро меня атаковать. Здесь же бандиты гораздо быстрее агрятся, по крайней мере, обычно. Я это не знаю. Я так понимаю, что здесь будет три бандита, скорее всего. Надо бы ожидать этого. А, не будет. Самая быстрая битва с боссом. Вы даже не видели босса, я тоже не видел. Я даже не знаю, сколько его было и где. Но они все сдохли. А, вот, походу, раз бандит, два бандита, да? Два бандита было все-таки. Может, я зря они в аномалию взял. Я не думал, что она будет мне боссов ломать. Пятый этаж. Интересно, что тут? О, нихрена бандитов! Готово. Аномалия лучшая просто. Это такой просто рафл. Просто унижение, унижение этой локации. Кто, может быть, думал, что сейчас мне будет жопа полная в джунглях, так я выбрал хоррора. Я даже не думал о таком. Ну, я случайно обломался с этой жопой. Ну, прикиньте, здесь было четыре бандита, да? Мне показалось. Или три. Не знаю. Но это, прикиньте, на прилупит. А-а-а, джунгельский путь весь зимний город. Мне, походу, Ханада. Я забыл про целую тонну этой фигни всякой. Качок вылез. Я забыл про... У-у-у. У меня, естественно, нету. Вот в чем проблема. Ну, хороших воскрешать. Еще и попа-фрик. Они воскрешают попа-фрика постоянно. Вот в чем проблема. А он заразы бомбы выкидывает еще. Охренеть просто, а. Скелет, давай ты, тебя тут не будет, а. О, нет, 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 эти пяти гранаты. У нас эсэса нету. Поэтому опасно здесь так рисковать. Жесть, какая локация. Каждый раз я удивляюсь тому, какие лабы здесь безумные. Одного сломали, хорошо. Ой, пипец, ооо, а турели перестраиваются? Переключаются с одной точки на другую, как будто бы. Да, посмотрите, они в одних местах исчезают, а в других появляются. Давайте здесь их не будем сзади выносить, наверное. Это я зря сломал, да? Ну, он все равно сломался бы, но потом не вовремя могло бы еще. Есть, отлично. Так, и не забавим, что здесь на каждом этаже находятся эти, эти ребята. Поэтому с ними здесь гораздо больше проблем, чем просто на одном этаже, чем один раз разобрались и все. Не помню, их больше становится на этажах следующих или нет. На следующем, точнее, потому что потом идет у нас полный ад, а не этаж. Я начинаю думать насчет того, что стоило взять Хаммерхэд, потому что нам там реально будет спрятаться некуда просто. Я чуть не взял случайно этот сундук. Этот сундук мог бы достать много проблем. По-моему, Лакишот неплохо работает должен сейчас. Именно вот конкретно в лабах. Он прям должен хорошо гасить. А у нас здесь как раз немного может быть проблем. Могло быть. Где-то еще один остался, никто не зубит. Так, попа-фрик убиваем. К нам что-то еще сзади не подошел. Готово. Открыли портал, я забыл про аномалию опять. Так, мы сейчас берем себе, значит, сундук, чтобы восстановиться полностью. И побежали отсюда. А что, не сдохли? А, аномалия же, точно. Мы могли с них дроп еще получить, ну ладно. Единственное, проблема этого билда, то что нет, СС. У нас есть кожа, да, ой, тут лицо даже. Точно. Но билд очень хорош, по-моему. А, еще, значит, что. Мы не используем ЛБ, вот еще проблема этого билда. У нас нету ПК. А триггеры есть при этом. То есть у нас ПК, сейчас какой-то такой лазерное оружие, шикарно подошло. Качок. То есть в этих не обязательно, там попа-фрики появляется. Там именно может быть какой-то мутант, просто в этих колбах. Как удачно мы встали, просто загасили полностью на халяву. Все? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Их так мало было, что ли? А это что? Лайтник, шотган. Любопытно, кстати. Сейчас батт на тебя, да? Да, все сдохли. Лайтник, шотган. Надо ли брать его? С учетом того, что у нас есть триггеры. И есть ЛБ. Это будет очень большой массовый дамаг. Хотя, насколько большой вопрос. Блин, не знаю, надо ли гатлинг брать с собой, или лайкинг, шотган лучше. Вот теряюсь. Жаль, что нельзя взять это и то, и то. И мы используем луч хоррор, ладно. Ладно, беремся лайкинг, шотган. Поехали, появляемся справа, да, так же. Ох, сколько там всего. Мы снизу появились? Мы вообще с другого места появились теперь. Охренеть, у нас другая генерация, другую респ совершенно. В прошлый раз, что ли, такой респ был агрессивный, жесткий? Опс, опс, опс. Не спешите. Потому что прошлый раз мне просто некуда деваться было сразу со старту. Какой-то... То ли это рыба была, то ли я не знаю. Аномалия! Аномалия сломала этот этаж. Она прошла его. Серьезно? Аномалия хоррора сломала этаж. Я даже не понял, ребят. Я честно, я не хотел это сделать, если кто-то захочет его меня обвинить в том, что я... Че тут... Гонщик нелегальный там. Прям вообще нелегальный. Вы слышите эти звуки, как он мощно там заторараренькал, а? И не перестает же? Мы впал... Сколько хорроров! Да вы угораете. А, они не плются лучами. И то хорошо. Ха-ха-ха. Они как я не могут. Но я сначала думал, что они лучами, сейчас будут плеваться, я думаю, а что делать? Нет, они так не делают. Ой, жесть какая! Удите от меня, пожалуйста. Я не могу за торки всем следить. Откуда столько сопель в зеленых? Нихрена себе, не закусали! Закусают просто здесь. Затопчет. Вот это палац. Кстати, на лабах оказывается, все не заканчивается. Я думал, что лаба будет последним, может локации. Гатлингс лагер обратно предлагают. Блин, а вот сейчас есть смысл его забрать обратно, знаете? Че-то долбанный палац, здесь толстые мобы. Здесь аномалия работает плохо, кстати, и плюс еще мы на трон его берем. А я думал, что тот кусок обломок трона, который был у нас в прошлый раз в лабах третьих, что это наш финал забега будет, что это, типа, сюрприз как раз, что представляет из себя трон. Ультра-кросс! Супер-слагер! Что лучше, супер-слагер или гатлинг? Возможно, что супер-слагер лучше, потому что у нас есть триггеры. А второе оружие у нас быстрое. Знаете, что я возьму сейчас супер-слагер? Как вариант, взять было бы ультра-кросс, но у меня закончится радиация. А здесь она, как раз-таки, с ней больше проблем. В этом моде, в пустые... Тут далеко не все могут так дропать радиацию, потому что здесь могут оказаться приоритеты совершенно другие в этом плане. Пойти. Поэтому я хрен его знает, как правильно здесь было бы поступить в этом плане. Смотри, что с ультра-кроссом у меня заканчивается радиация даже... Оу! А мы эти шарики, что ли, разломать не можем еще даже? У меня заканчивается радиация даже в обычном троне, не говоря уже про этот. Ты куда? А, они всю радиацию тырят, что ли? Вот засранцы. Еще дропу не дают никого. А у меня заканчивается патроном. Тихо-тихо-тихо. Не кусать меня, не трогать. Ой-ей-ей-ей-ей-ей. Тихо-тихо-тихо. Аптечку взяли. У нас был один КП, да? Капец какой-то. Они еще и множатся как-то, как пауки. Они как пауки, они делятся. А что это за строки? Раддроп. Опять там что-то какие-то читы применяют. У нас еще столько мобов, что ли, осталось? А, ну, в принципе, одна собака, она не позволяет нормально. Что тут такое было? Они ломают стены? И хрена себе, я думал, что этот босс какой-то появляется. Лайтнинг-камер. Хм. А почему на Мале не срабатывало? У нас же оставался один хоррор сейчас. Внезапно. Так, это какое? Это 7-3. А, ну, паласу добавили. А у паласа, кстати, да, у нее тоже было 3 этажа, поэтому у нее теперь будет 5. Еще нет у нас здесь плута, которого дико не хватает. Хорош. Ну что, лаки-шот я, походу, не зря взял, реально. Вау! А, они вообще от всякой дряни появляются, что ли? Отовсюду просто. Это что? Надеюсь, что они атакуют. А то сейчас... Внезапно, нет, утянули меня. Хотел еще постараться аптечку найти какую-нибудь. 7-4. Очень страшно сейчас. Нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу. Забываю, что из собак вылазит хоррор. Здесь хоррор реально страшный. Капец, как много. Как тараканов каких-то просто. Вы посмотрите, аптечки не дропаются. А что с аптечкой такой дроп? Маленький, она же... Она же в первую очередь должен дроп рассчитываться на аптечке, если у нас мало хп. Во! Во! Ооо, восстановились. Но мало болтов. Но есть еще сундук где-то. Да. Сколько здесь генераторов, кстати, находится везде? СВК. Берем. У нас есть триггеры. И это просто минус генератор. Трон. Прямо написано отдельно так. Какой-то кусок. Вот, генераторы. Здесь не надо так далеко бежать куда-то. А что их так... Шесть генераторов. Восемь генераторов! Десять генераторов! Двенадцать генераторов! Я понял. Здесь надо так же далеко бежать, просто у тебя генераторов четыре... Шесть... Сколько там? В три раза больше. Пипец. Ну, СВК, покажи, что умеешь. Я так понимаю, что нам так же генератора надо ломать, да? Если я хочу в лук. А, их уже ломать можно? А, у них хп мало. Ой, как хорошо. Ой, какая лепота. Патрон? Патрон? Как хорошо, что их хп мало. Патроны забираем потихонечку. Так, это сломали. Патроны забираем потихонечку. Время от времени. Тихо, 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 тихо. Ой, он же призывает всякую дрянь, дрянь. Он же двигается к нам, точно. То есть нас принуждает к тому, что у нас будет появляться гвардия на везде. Вот в чем особенность этого боя еще. Ух, не надо большие лучи разломать. Большие шары разломать. Так, я забыл про это совсем. Это опасно. У нас хп неполное. Ну окей, вроде пока что неплохо держимся, надо сказать. А все, нормально, у нас мы его добиваем, короче. Только надо СФК. С СФК добивать его желательно. Патроны сейчас заканчиваться начнут. На болтах могут. Начать. У нас еще Трон-2 впереди, кстати, который мы тоже не видели. Сколько хп вообще? Я настолько генераторов сломал. О, наконец-то, да, ребята. Смотрите-ка, я решит на сегодня реально настроиться. О, он превратился сразу в Трон-2. Чуть я не ожидал такого исхода. Идеальный СФК. Ну почти. Еще хороший. Ай, хорошо. Ну он толстый, конечно. А где дроп? О, спасибо. Есть! Строн-2 готов. Он прям моментально перерождается. А где портал, да? Или чего тут? Где портал? Куда идти? Не понял. Не понял сейчас. А, во, мы свалились просто. В большой портал, который на заднем фоне у нас в краске крутился. Что за... Что за куски? Не понял. Я сейчас не понял. Стоп. Оп. Куда-то попали. О, в луб. Походу. А. Окей. А тут нас сразу типа... Лайт. Свет. Типа зажечь костер? Оу. 1-1-1. А если я туда пошел, чтобы было... О, не-не-не-не-не. Какие-то другие мобы? Они с какими-то рюкзаками? Нет патронов! Спасай. Спасай, лаки-шот. Закончились полностью. Пипец. Ну, потому что это... Это не проблема ни в СФК затратности. Я вообще не особо... Не настолько жестко считаю СФК затратным оружием. Потому что, ну... Обычно он выносит все-таки больше мобов. Чтобы надропался, надропались боеприпасы, чем требуют. Просто я перешел в локацию с нулевым... С нулевыми патронами вообще. Практически. Но, надо сказать, что меня сейчас спас вообще-то именно лаки-шот. Потому что, когда я выстрелся с СФК, у меня восстановились болты. А, эти какие-то другие. Это какие-то более простые бандиты. Кто мог подумать, что я в хардмоде ничего сделать не мог. А сейчас вот решился как-то уже подальше пройти, собственно. Я думаю, что мы его потихонечку заканчивать будем. Я не знаю, что у нас еще осталось в хардмоде. Что мы можем сейчас еще исследовать из того, что... Вот мы даже джунгли посетили сегодня, честно говоря, я изначально не планировал. Я сегодня хотел уазить, хотя я не думал сегодня завершать игру. Я думал сегодня просто пройти дальше. Посмотрим. Но у нас все равно еще есть в хардмоде то, что я хочу попробовать. Опс, бандиты, забыл про них. Воу! У них дэш моментальный вообще. Ни хрена себе. А я сейчас мог сдохнуть. Очень внезапно было бы, очень глупо. Так, хорошо. Сработало, да? Аномалия или что? Да, вот теперь аномалия. Стоп, это что? Супер кросс. Не, не надо. Я не знаю, что мы ищем на второй слот себе. Но пока ищем, в общем-то. Только пока. Есть еще, собственно, X10. У нас с хардмодом то, что краски мне предлагали попробовать. НТТЕ. С хардмодом то, что, ну, то есть территория экспанжена. Я уже забыл, что у нас сейчас такая локация будет. Все мобы сдохли сразу или что? Отчего они все подыхают? Еще до аномалии как будто бы. Аномалия как бы еще не открыла портал, но мобы уже все исчезли. Я ж вряд ли по ним совсем попал так. Так, а сейчас у нас корпюша. Вейвган, лазер райфла. Слагер. Высокоуровневое оружие дропывается, да? О, не-не-не-не-не. Он что-то прыгать стал как-то. Такое ощущение. Или мне показалось? Наверное, показалось. Может, просто так получилось, так случайно выглядело. Нихрена себе! Нихрена себе, как он взорвался. Как он взорвался. Вы видали этот взрыв? Боссы изменены на лупе. Даже вот эти боссы. Я думал, здесь вся игра будет на прилупе. И дальше уже ничего не меняется особо. Здесь они тоже усложненные. Вау! Вот это внезапно. Блин, это то, что можно еще исследовать. Но что-то я не уверен, что у меня будет стабильно получаться в лупо заходить с этим модом. Я вообще ни разу не уверен. Надо не забачить, что у нас будет в канализации здесь вопрос. Потому что у нас этажей здесь... На прилупе-то у нас не было мамки. Хотя, может быть, и здесь не будет. Мамка-то у нас была в болотосистом этаже в итоге. Напасненько. С патронами и бывают иногда некоторые проблемы. Так перевес в сторону СФК по затратности выходит в итоге. Ну, потому что автокросс сам по себе не затратное оружие все-таки. Но писишечку бы сейчас было бы просто шикарно. Как-то странно звучало, да? Это аномалия сработала, да? Не зря я взял аномалию. Не пожалел вообще ни разу. Без нее, кстати, может быть, я бы не дошел. Но все-таки, мне кажется, у тебя лабы я бы прошел третий. Потому что там мы появились совершенно в другом месте. И там было не так агрессивно. Но то в прошлый раз мы прямо в самом пекле появились. Никуда не было бы... Не было даже подумать. Секунды. Что-то творится вообще? Откуда столько жабок таких ядовитых? Токсичных. А-а-а! Ядовитые эти самые жабки делают. Ядовитыми тоже. Судя по всему. Лужи эти, болота. Значит, только радиация, ничего больше. Капец, какое. Попробую следить за всем, что здесь летает. Ихать, ихать, ихать. Во, все, хорошо. Канализация надо скипнуть побыстрее. Это плохая локация для нас опасная. Два-три. Так, ну здесь будет супер гатор, который также может быть изменен. Он может стрелять своим кулаком гораздо агрессивнее. Стоит держаться от него подальше, я думаю. Мало ли как он в сторону еще взрываться начнет. Или еще чего. Жаль, что мы крысок не прошиваем насквозь из-за того, что дамага не хватает нам теперь для этого. Тихо-тихо-тихо. Он может заряжать на счет быстрее. Походу так и есть. Он спамит. Пипец. Он делает целую кучу выстрелов, я понял. Уходим. Ух. Где он там? Опасно-опасно. Он делает три раза подряд. Или сколько раз? Раз, два, четыре. Или рандомно что-то как-то. Готов. СВК-владешник просто. В него можно было вообще войти из СВК пальнуть, потому что он не носит контактный урон, насколько я помню. 3-1, мы дошли до сюда. Окей. У нас здесь парни ТСС. А ну, ТСС не появится. То есть мы без СС далеко зашли. Далеко зашли достаточно. Нупс. Упс. Ну, если бы не было болтов, вот это была бы полная жопа. Окей. Ну, в принципе, тут так уже, знаете, когда ты раскачался, уже не так жёстко всё выглядит, наверное. Не так жёстко, по крайней мере, ощущается. Хотя сейчас, знаете, похвастаюсь, похвастаюсь. А потом такой бац, я обделался. Как это я просто обожаю, когда так происходит. Это так комично смотрится. 1561 моб, кстати говоря. Я не особо шарил в количестве мобов. Никогда за ним не особо не гнался, не смотрел. Потому что там все, типа, без короны крови там не играет. Там что-то такое. Как это можно? Типа, там килы, всё такое, все дела. Здесь же не на расстоянии, всё определяется. Не знаю, мне, например, хотелось посмотреть на, допустим, поп-оп-фликов в обычной игре. А не на то, чтобы было много мобов. Но когда я играл с короной крови, то там, по-моему, ко второму лупу примерно вот 2000 килов проходило. Если брать корону крови, примерно вот в начале лупа. Первого. Там 2000 мобов было. Сейчас уже вон сколько. Потому что у нас здесь реально мобов на комнате очень много, по-моему. До этажей сколько. Вот что сильно влияет ещё. Это же целая куча. Ой, ракета сейчас она будет пикать просто хрен знает как. Мне кажется. А прикиньте, у неё будет супер ракета какие-то вообще. Я её не вижу. Вот чем проблема. Там не миг был где-то. Страшно. Капец, она их наспавнила, конечно. Страшно было сейчас. Там, ух ты ж, блин, вынесли. Так, у меня осталось три болта всего. Там был Йети с машиной, который не успел её кинуть. Я взорвал машину перед ним, но он мог её кинуть, потому что я его не заметил вовремя. Ошибка, ошибка, на самом деле грубая, но... Просто сейчас повезло. О, спасибо. Патроны. Хорошая локация. Ну вот мне нравится это начало, такое, по звукам вот этим вот всё. Как у нас свалка выглядит. Заходишь, всё взрывается. Тихо. Ух, ракета могла меня уничтожить сразу. Потому что сама ракета носит урон, скорее всего, тоже. Ну, большинство ракет носит урон. Тоже нюк, например, он со взрыва носит не так много урона. Там вроде как взрыв одинаково все наносят, но... Квадрипл. Ну просто их может быть много. А ракета нюка носит 150 урона. А сами взрывы по десяточке. Здесь хорошо попадают. И здесь могло быть аналогично. Лайтнинг Кэнон, кстати. Хм, Лайтнинг Кэнон. Мне кажется, что свека лучше, наверное, всё-таки. О, Биг Дога какая-то. Не уверен, что у него новая анимация. Новая, вернее, картинка появилась. У него ракеты стреляют же точно. Они стреляют попами причём. Они летят гораздо быстрее. Ну, сейчас бы на Биг Доге сдохнуть, а. Вообще. Хотя тут он достаточно агрессивный. Готов. Живы. СПК. Хорош. Я обычно редко СПК беру, потому что он затратный. Но сейчас у меня есть... А у меня нету лапки. А у меня нет никакого регена, кроме лакешота, значит. Блин, у меня столько рад, что желток обеспечивает нас не проблемами с ХП. Соответственно, патрон у нас не настолько часто тратится. Не настолько часто, вернее, бывают проблемы с патронами из-за ХП. Вауч. Теперь поехали. Блин, а надо, чтобы этот кристалл-то не отбил. Мой выстрел, ведь верно? Прикинь, ты там бьёт, какая жопа будет, а. Он же как щитовик вечный, по сути, работает. В него прошивает всё то же самое, что и в обычном щитовика, когда он под щитом. Ох, я чуть туда не пальнул сейчас, так хотелось. Готово. А эти кристаллы не умирают, кстати? Они умирают тоже. То есть аномалия их всё-таки убивает. Хотя они за мобов, как бы, не считаются обязательно для убийства. 4-2. Угадайте, умрули от СПК в этой локации или нет? От отражения. И вообще, где будет моя остановочка сегодня? Билд хороший. Но нету защиты. То есть мы в ренже играем, но как бы... Ну, примерный принцип мета, но в ренже. То есть в дальних атаках. Что-то такое. Такс. Ой-ой-ой-ой, СПК уже готовил. На, я пошёл отсюда. А, смотрите. Стоп, а его опять аномалия убила или СПК всё-таки его загасила? Вроде СПК должен от него отражаться, но не нанося ему урона вообще. Если он как щитовик чистый. СПК надо тратить больше на савтокросс перевес идёт. Гиперкристалл сразу со старту. Ага. Понял, он совершенно далеко просто заспавнялся так сразу. Показали его. Знаете что, сразу. Ещё я тут не знаю, с автокроссом уссорюсь ещё зачем-то. Вау! Вот это я ересь совершил, конечно. Кристаллы очень быстро начинают атаковать, по-моему. Реально у них задержки между атакой какая-то ускоренная. Я не понял насчёт того, сколько там гиперкристаллов было. Один или несколько всё-таки. Блин, такой хороший забег был сейчас. Вообще не был, не уверен, что сейчас сольюсь. Уверен был, что дальше зайду. На самом деле, по-моему, голосу не слышно такого удивления и досады. На самом деле, оно есть очень. Ну, просто я очень-очень доволен тем, что мы так далеко зашли. Пипец. Ну, это был весёлый забег, согласитесь, ребята. Я надеюсь, что вам понравилась серия. Вы, наверное, не ожидали даже, что я так далеко зайти смогу. Я сам не ожидал. Ну, чё тут сказать-то? В следующий раз играть будем с чем-то, не знаю. Может быть, с Х-10, с этим модом и... Блин, за хоррором можно было попробовать как раз-таки другую ультру. Не знаю. За UV у меня в планах, но за UV я не представляю, там будет вообще. Можно ли трон бат? СПК тратит сколько выстрелов? 26 или сколько? Я просто не знаю, если честно. С жопой, соответственно, оно будет тратить Х-4. То есть, с жопой и бизнесом, с мускулами, я в обычном троне не могу использовать СПК, получается. Вообще. Я сначала думал, что там четверной выстрел СПК, типа, с жопой и бизнесом. А если он шестерной, как мне написали, то получается, что он вообще не юзабельный, да? Там, по-моему, 96 выстрелов, что ли, надо. Сколько там СПК-то тратить всё-таки? Я не помню. 96, по-моему, выстрелов мне писали. Что надо для... Или нет, или больше, или меньше. Или 92. Чё-то я запутался. С количеством выстрелов, если честно. С количеством снарядов в обоими. Ладно. Не суть. Не знаю, это будет работать или нет. Но в X10 мы могли бы попробовать с чем-нибудь побегать. За кого-нибудь, не знаю, за кого. За Чикина, кстати говоря, мне говорили через Determination, по-моему. Или не Determination? Determination это та штука, которая как раз-таки возвращает себе оружие, верно? Мне писал человек, что он с этим очень далеко заходил в X10. И так получается, что ты можешь кидать оружие бесконечно вообще. Даже одно оружие просто спамить, как будто у тебя их там 20. Потому что оно будет моментально возвращаться. Скорее всего так. Можно было бы попробовать за неё, например. Не знаю. Будет видно. Ну, а, ребят, на этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам серия понравилась. Если это так, ребят, то подписывайтесь на канал. Буду очень рад. Огромное спасибо за актив тем, кто его проявляет. Оценивайте видео, ребят. Не забывайте, это сильно мотивирует меня, сильно радует. А то многие забывают о старатике, комментарии. Стараюсь на отвечать. Стараюсь на сердце в Дискорде, ребят, если хотите. А я ожидаю всем хорошего, отличного и позитивного настроения. И такого хорошего настроения у меня. Всем ещё раз, ребят, удачи и до новых встреч. Всех кусь-кусь. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok